Друзья ангелов Друзья ангелов Друзья ангелов О чём это ты? О Сульфусе и Раф, конечно же. Они не должны разгуливать по городу вдвоём, как обычные дети. Почему? Всё идёт по плану. Сульфус будет игнорировать Раф. Ты в этом уверен? Ты действительно считаешь, что маленький дьявол подчинится нашим приказам? Конечно. Не беспокойся. Сульфус прекрасно знает, что будет, если он ослушается... Александр, спасибо, что проводил меня. Да не за что. Ты же мой лучший друг. Какой он надоедливый, этот Александр. Когда он, наконец, уйдёт? Мне надо опробовать проецирование. Но для этого Лили должна быть одна. Эй, сладкая, в чём дело? Что? Всё в порядке. Мне кажется, Александр нравится не только Лили. Ты это о чём? О том, что ты влюбилась в этого смертного. Я? Что ты такое говоришь? Ты с ума сошла? Влюбляться в смертного запрещено правилами. Ну и что? Правила создано для того, чтобы их нарушать. Дай мне послушать, о чём они говорят. Ты же знаешь, я тебе доверяю. То есть, ты такая чуткая и умная. Что он пытается мне сказать? У меня сейчас сердце выскочит. Ох, как это глупо. Тихо! Я хотел тебя кое о чём спросить. Наконец-то! Он хочет, чтобы я стала его девушкой. Ты не поможешь мне устроить свидание с Глорией? Ха-ха-ха! Вот так шуточка! Ему нравится другая девушка. Тебе нравится Глория? Но почему ты мне раньше не сказал? Я очень стеснительный. Но если бы ты мне помогла... Но как? Не знаю. А я знаю. Пора вдохновить Лили на хороший поступок. Бабочка! Запускай проецирование! Слова, фразы, мысли. Я дам тебе совет. Ведь это моя миссия нести добро и свет. Ого! Какая ты крохотная. Кто бы говорил, ты тоже уменьшилась. И вот это они называют проецированием. А чего ты ожидала? Главное то, что Лили теперь слышит наши голоса. Ну так давай начинать. Эй, подожди! Ну что, ты поможешь мне с Глорией? Поверить не могу. Он хочет, чтобы я помогла ему с Глорией. Неужели он не видит, что он мне нравится? Ну, вообще-то я не знаю, как это сделать. Откажи ему. Он твой друг, но ты не должна подавлять свои чувства. Нет, ты должна ему помочь. Узнаю Глории, где она любит бывать, чтобы Александра мог пригласить её туда. Что? Я слышала голоса. Наверное, просто послышалась. Получилось! Тогда займёмся делом. Узнаю Глории, где она любит бывать. Александру скажи что-то другое. У них всё расстроится, и он прибежит к тебе. Не делай этого, Лили. Александр твой друг, и ему нужна твоя помощь. Ты не можешь его предать? Знаешь, я могу спросить у Глории, где она любит бывать. И как это мне поможет? Ты узнаешь, куда её нужно пригласить? Глупый. А, да, правильно. Да. Да, она меня послушалась. Ты в этом уверена? Конечно, она сказала, что спросит Глорию, где она любит бывать. Да, она это сказала. Но посмотрим, как она распорядится этой информацией. Мы уже несколько часов ходим и молчим. В чём дело, Сульфус? Я тебе совсем разонравилась. Мне нужно что-то придумать. Раф очень умная. Она может что-то заподозрить. Всё, хватит! Надоело мне бесцельно бродить. Идём в торговый центр. Но там много магазинов. А у нас нет денег. Это часть персонификации. У нашего смертного нет денег. Значит, и у нас не должно быть. И что мы будем делать? Пошли в парк. Там вход свободный, там красиво. В конце концов, там нет выхлопных газов. Правильно? Ну ладно, идём. Алло. Это Лили. А можно Глорию? Интересно, что она скажет? Сейчас услышишь. Лили послушается меня. Привет, Лили. Ты что-то хотела? Я хотела узнать, что ты делаешь в свободное время. В каком смысле? Ну, то есть, куда ты любишь ходить? Ну, я люблю ходить по магазинам. Но больше всего мне нравится... Интересно, что она скажет? Кино. Я могу сидеть в кинотеатре часами. Но почему ты об этом спрашиваешь? Что же мне ответить? Скажи правду. Объясни, что её хочет пригласить Александр. Если ты скажешь это Глории, Александр пригласит её, и у тебя не останется шансов. Не прерывай меня. Мы должны говорить с ней по очереди. Лили, ты меня слышишь? Я спросила тебя, почему ты интересуешься? Я подумала, что мы можем как-нибудь погулять вместе. Мне тоже нравится ходить в кино. Здорово. Договорились. Пока. Ура, она соврала. Потому что ты вмешалась. Но это ещё не всё. Ты это о чём? Возможно, Лили не сказала правду, потому что хотела помочь Александру. Ха-ха-ха. Таких глупостей я от тебя ещё не слышала. Это не глупости. Ты на меня напала. Ты нарушила вето. Ты была невнимательна в классе. В режиме проецирования вето не работает. Ах, так? Тогда держись. Вообще-то, идея с парком не так уж плоха. Да. Он обращается со мной как с незнакомкой. Но почему? А как же обещание, которым мы дали друг другу? Неужели он всё забыл? Мне так много нужно сказать тебе, Раф. Но эти шантажисты держат в заложниках твою маму. А что меня удивляет? Сульфус дьявол! Он привык врать. Скорее всего, то, что было между нами, тоже ложь. Ты думаешь, что я всё забыл. Но это не так. Если бы ты знала, что я чувствую. Ой, как ты посмела коснуться моих прекрасных волос. Ты говоришь об этом уродливом красном стоге сена? Только троня, я вырву все твои волосы. Двойные крылья. Получай. И ещё раз. И ещё. Ай, моя одежда! Сейчас я тебе задам звуковые крылья! Это ужасно! Ты визжишь, как бешеная кошка. А теперь моя любимая песня. Кто-то пришёл. Кто бы это мог быть? Александр, очень приятно. Заходи. Это Александр. Зачем он пришёл? Да, зачем он пришёл? Лили. Это я, Алекс. Какой сюрприз? Заходи. Я хотел спросить, звонила ли ты Глория? Какой он нетерпеливый. Наверное, Глория и правда ему нравится. Ну что, посмотрим, что сделает Лили. Она всё сделает правильно. Скажи правду, Лили. Разве ты не видишь, что он влюблён в Глорию? Ты должна соврать. Если они пойдут гулять вдвоём, Александр потом на тебя даже не посмотрит. Да, я с ней поговорила. Она сказала правду! Да? И что она тебе сказала? Ээээ... Ничего. Ничего? Ничего? Я с ней не такие уж подружки. Она мне ничего не сказала. Извини, Алекс, у меня не получилось тебе помочь. Ура! Я победила! Фотография Лили изменилась. Разумеется, когда смертный поступает плохо. Фотография отражает моральную трансформацию. Правильно. Поздравляю. Этот раунд мы выиграли. Ура! Мы, дьяволы, победили! Мы? А разве ты что-то сделал, Газ? Я оказывал тебе моральную поддержку. Я проиграла. Я даже не знала, что проецирование окажется таким важным. Как и всё, что мы изучаем в Золотой Школе. И персонификация тоже? Правильно. Ангелам очень важно почувствовать себя смертными. Надеюсь, Раф справилась со своей задачей лучше меня. Ей давно пора вернуться. Время занятий уже почти закончилось. Пора возвращаться в школу. Да, урок персонификации занял целый день. Идём! Сульфус, ты смотришь на меня так, как будто у тебя всё ещё есть чувства ко мне. Раф, мои чувства к тебе не изменились. Раф! Я так и знала. Надо вмешаться, пока он не признался. Василиск, что с тобой? Ты хотел мне что-то сказать? Я не могу. Василиск за мной следит. Я ничего не могу сказать, Раф! Нет, ничего. Пойдём. Что вам нужно? Зачем вы прислали свою сторожевую собаку? Меня зовут Блю. Тихо. Разве тебе не было приказано игнорировать Раф? Именно это я и делал. Но, как мы поняли, ты её коснулся. Только на секунду. Это вышло случайно. Но это может повториться. Не повторится. Я выполню ваши приказы. Только не трогайте маму Раф. Ангел-с-пай Ангел-с-пай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok